Я бы не сказал, что я был противником Лужкова, но я и не служил Лужкову. Я работал на госслужбе, но очень многим приходилось обслуживать приближенных к мэру. Мне приходилось принимать решения, которые были против желания семьи Батуриной. И одно из таких решений, очень серьезное по сносу рынковый метро и речной вокзал, оно, мне кажется, явилось причиной всех моих будущих бедствий. Там люди просто растоптали интересы города, интересы москвичей. Они снесли природный парк и построили восточный базар размером примерно с футбольное поле. Я знаю, что их крышевала милиция, и после этого, когда мне начали мстить, я хорошо понимал, что милиции дана команда ФАС, потому что к человеку на должности министра милиция никогда не могла приблизиться ближе, чем на пушечный выстрел. Этот рынок строил предприниматель с такой одиозной фамилией Эль Капони, а на самом деле это азербайджанский предприниматель по фамилии Мамедов. Во всей этой истории самое печальное то, что в Москве был отравлен мой адвокат Михаил Житков, и он был отравлен ровно через три дня, когда председатель Мосгорсуда Егорова вышла на один день из отпуска, чтобы растоптать решение Верховного Суда о незаконности моего ареста. Через три дня после этого решения Мосгорсуда Михаил Житков в коме был доставлен в больницу и умер через три недели, не приходя в сознание. Вот до еще вот этого случая он не говорил, что с него вымогают миллион евро за то, чтобы решением Мосгорсуда арест был снят. Я все эти факты изложил в письме генеральному прокурору, но вот прошел год, пока тишина. Что я могу вам сказать, что весь ажиотаж вокруг вот этого допроса Лужкова у меня вызывает только сочувствие. Несомненно, Лужков имел заслуги и перед Москвой, и перед государством, но теперь ему предстоит очень увлекательная деятельность. Она, мне кажется, даже более интересна, чем читать студентам лекции за один рубль в месяц. Ведь Лужков никогда не был на допросе, как простой москвич-пенсионер, как он себя называет. А в ближайшие несколько лет ему придется доказывать, что он и Батурина не коррупционеры и ничего не убил.